Я не буду говорить вам про масонский заговор, который существует там в верхах. Я подозреваю, что в определенных частных школах действительно существует передаваемая информация о том, какие бывают люди. Но тем не менее первыми на это обратили внимание, я уже говорил, психиатры. То есть где-то в начале 19 века до врачей начало доходить, что люди безумны по-разному. В принципе можно было догадаться, но нет. То есть накопилось некоторое количество сведений, накопилось некоторое количество информации, и вот людей начали сортировать. Типов безумия, а через некоторое время, вот ведь не прошло, как говорится, и 100 лет, в середине 20 века психиатры и психологи обнаружили еще более интересную вещь. Проявление безумия и проявление, казалось бы, нормального человеческого поведения очень сильно похоже. В берлинском метро можно встретить тех же людей, каких я лечил в клинике, говорит один из психологов 50-х годов прошлого века. Начался интерес к тому, о чем отличаются даже не просто разные люди. Потому что, конечно, было бы хорошо для каждого человека построить свою личную теорию жизни, личную теорию взросления. Но тем не менее, чем же отличаются как раз вот люди, которые вроде бы ведут себя одинаково близко к этому. И вот тогда же уже было предположено, что существует определенное количество разных темпераментов, разных групп. И на сегодня их выделяют разные школы, разное количество. Кто-то выделяет 13, на всяком случае Личко выделял именно столько. Кто-то выделяет 7. Мы же принадлежим к школе Егидоса, которому я до сих пор простить не могу, о том, что он описал не все психотипы и умер. Понимаешь, вот это вот обидно. Это он, конечно, на нас подвел. Ну так вот, мы же предпочитаем выделять 8 базовых характеров людей. Причем обратите внимание, что эти базовые характеры, они проявляются реально по-разному. Ну то есть, в жизни, например, в обычной жизни мы говорим, там человек грустный, смелый, надежный, да, говорим мы. Или там надежный, смелый, но с грустинкой, говорим мы. Вот, если у человека, значит, начинает это заостряться, то есть это уже не просто, не просто черты характера, а у человека они начинают утрироваться, то мы уже говорим, вот смотри какой правдолюбец достался их уже своим вот этим вот правдолюбием, да, вот, все время о прошлом говорит, а под конец, как говорится, уже если это продолжается дальше, то человек доходит до диагноза. Более того, даже поговорка такая существует среди психиатров, я ее придумал, правда, но вдруг вот она существует. В моей реальность у психиатров существует такая поговорка. Ну давай так, тем психиатрам, которым я про это рассказываю, они радуются и уносят дальше. Итак, посеешь поступок, пожнешь привычку, посеешь привычку, пожнешь характер, посеешь характер, пожнешь диагноз. Ну, то есть, одни и те же, казалось бы, схожие черты характера, в том числе даже в одной семье, от них людей приводят к тяжелейшей депрессии, других людей, к тому, что человек просто, значит, грустный, особенно весной и осенью, а третьих, к тому, что просто люди загружены очень и любят рассуждать о том, как при советской власти было хорошо. Вот дальше начинается интересное. Простота вот этого описания, восьми характеров, она к чему приводит, ребят? Она приводит к тому, что вход в то, чтобы начать этим заниматься, он очень порог невысокий, и вход широкий. И в результате появляются различного рода представители, рассказывающие о психотепах людей, которые, ну, как бы вам сказать-то, вот сейчас я сформулирую, попытаюсь, ну, допустим, человек встречается с представителем, ну, какого-то характера, да, гипертимного, весёлого, радостного, задорного, да, но человек-то всегда больше, чем отмен психотип. И вот, допустим, значит, вот он встречается, а там гипертимный, весёлый, задорный и эпилептоидный. Эпилептоидный – это такой хваткий, я бы так сказал, хваткий, думающий о собственной выгоде, умеющий выжимать собственную выгоду. И строить других. И строить других. И вот смотри, вот начинаем рассказывать о том, что есть тип характера, такой гипертимный, весёлый, позитивно настроенный на жизнь, радующийся жизнью, создающий кучу неразберихи. И человек вспоминает, он думает, ага, у меня был такой знакомый, у меня же есть такой знакомый. И он такой, он говорит, слушайте, ну ведь гипертимы же, они же такие хватки, они же всех строят. И мы такие, ну нет, ну как же? Нет, да. Я же видел. То есть, вот здесь вот интересно. В каждом из нас, по большому счёту, разные характеры спорят друг с другом. Весёлый спорит с грустным, значит, смелый спорит с осторожным, спокойный спорит с авантюристичным, понимаете. А статусный такой, действительно, думающий о деньгах, спорит с человеком, который увлекается чем-то. То есть, в нас все эти характеры частично присутствуют. В нас они все есть. И вот как выделить те самые черты? Мы-то этим занимались долго. Мы очень долго искали вот именно вот эти вот психотипы, именно вот эти вот радикалы, чтобы описать их точно. Не по одному, как это, внешнему виду, не по одному критерию, не по одному параграфу, не по одному признаку. Это вот недавно анекдот мне рассказывали про профайлера, который говорит, значит, так, борода носит только шизоиды, на самом деле нет, а зелёная носит только эмотивы, на самом деле тоже нет. Поэтому если вы увидите бородатого человека в военной форме, то это чётко эмотивный шизоид или шизоидный эмотив. То есть в некоторых случаях мы видели это так. Ещё вот какая родовая есть болезнь у многих, вообще у профайлинга и у многих профайлеров, это когда человек попадает в собственно ловушку. Ну, например, не нравится ему какой-то характер. Просто не нравится. И он всех собак вешает на этот характер. То есть если ему не нравится какой-то конкретный характер, то недостатки других характеров он тоже приписывает ему же. Потому что он самый противный же, явно же. Более того, И у себя игнорирует. Именно об этом характере человек начинает рассказывать всякие гадости. В частности, например, ну, давайте так, если человеку не нравятся шизоиды, а есть такие, которым не нравятся шизоиды, представляете себе шизоиды, что происходит? То вполне естественно он начинает говорить о том, что шизоиды, они высасывают из пальца. Шизоиды, они ничего не в состоянии придумать, они в состоянии только бред различный, больше ничего не могут. Я это слышал своими ушами. От одного достаточно… Я даже подозреваю, какого психотипа. Да, из эпилептоидного психотипа. Из эпилептоидного… И там тревожно-эпилептоидный психотип. Ну вот. То есть это вот тоже такое есть. Особенно интересно, знаете, это наблюдать в… Ну, давайте как сейчас сформулирую. В определенных кругах, ну, допустим, вот если ты ведешь тренинг у силовиков, а мне доводилось вести тренинг у силовиков, то при словах параноял, там, решительный, смелый, идущий напрямую, вот, все начинают вот так вот делать. Все начинают в зале, все начинают вот так вот. И вот так вот. И друг с другом начинают вот прям такие, смотрят, кто тут. Вот мы же все параноялы, как бы, говорят они собой. У чиновников та же самая история. Параноялам быть хорошо, а вот, например, эпилептоидам быть плохо. Или тревожным, тревожным западло быть западло. Это ужас. Фу, как так можно? Я же настоящий мужик. Хотя именно среди чиновников, причем крупных, высоких чинов, количество тревожных… Больше, чем где бы то ни было. То есть, мне, нам доводилось общаться с представителями, ну, с губернаторами, с министрами. И вы знаете, вот там как раз уровень тревоги, он просто, он просто зашкаливает. Очень сложно быть руководителем и не быть тревожным. А с другой стороны, наверх-то выходят эпилептоиды, которым нельзя показаться эпилептоидами. И поэтому они, уж как они заботятся и о Москве, и как жить стало хорошо и вольно дышаться, опять-таки, как похорошела Москва, да, при нынешнем мэре, при Собянине. Вот, и вот это вот разграничение, вот это вот понимание того, кто с тобой говорит, понимание того, что на эту вот роль, на эту роль или на эту должность годится человек именно с такими качествами. Тебе он может не нравиться, но кто лучше, чем эпилептоид в состоянии, например, выстроить бизнес-процессы? Выстроить систему взаимодействия, взаимовлияния? Выстроить систему противовесов. А кто лучше, чем параноял в состоянии поставить приоритеты? И вот дальше начинается интересное. Вот дальше начинается интересное, потому что, зная, кто ты, и зная, кто перед тобой, я тут воспользуюсь фразой великого китайского полководца Суньцзы. Если ты знаешь себя и знаешь своего противника, то сколько бы раз ты не сражался, ты всякий раз будешь выигрывать. Если ты знаешь себя, а его не знаешь, 50 на 50. А если ни себя, ни его не знаешь, то тогда невозможно практически выиграть. Невозможно. Любовь. Как вы знаете, любовь, она строится из трёх элементов. Это страсть, это семья, это духовная близость, ну или душевная близость, романтика. Как всегда, внутри нас крокодил, обезьяна и ангел друг с другом находятся в очень сложных отношениях. Как всегда, внутри нас три наших мозга очень странным образом взаимодействуют. Теперь представьте себе, что у каждого из наших характеров тоже существуют свои особые предпочтения. И, например, парноялы, люди целеустремлённые, люди и яростные, люди, достигающие своих целей, естественные лидеры, они обожают эмотивов. То есть парноялы, как раз в отношении семьи, для них эмотив представляет собой тот самый вожделенный приз, ту самую единственную возможность. Эмотивы — это единственные из характеров. Эмотивы мягкие, спокойные, ресурсные. Я не сказал «добрые», нет. Подтверждающие, что всё будет хорошо. А с другой стороны, параноялу в страсти нужны истероиды. Очень нужны истероиды. И вот когда мы влюбляемся, мы влюбляемся в разные типы людей, нам необходимо, чтобы человек, с которым нас свела судьба, абсолютно удовлетворял бы всё, что у нас творится в голове. Все девять, нет, сколько, да, девять возможных вариантов. То есть, поскольку у нас есть, ну как бы, как правило, в человеке три, так мало этого, нам необходимо ещё попасть к этому человеку в его варианты, в его три варианта. Очень многое становится на свои места, когда ты начинаешь понимать, кто тебе нужен. Когда ты начинаешь понимать, кто тебе необходим. Когда ты начинаешь понимать, с кем тебе будет хорошо, а с кем нет. И когда ты начинаешь принимать это, то, что вот с этим человеком, ну допустим, духовной близости не будет. Ну, что ж поделаешь. Зато во всем остальном все прекрасно. Когда ты начинаешь действительно не требовать от человека то, чего он не в состоянии дать. Ни одна, как мы помним, даже самая красивая девушка, ни один самый шикарный юноша не даст тебе больше того, что у него есть. Хотите больше видео? Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал и пишите нам темы, по которым вы хотите нас услышать и увидеть.